Новости на телеканале «Красная линия» Наш взгляд на главные события в России и мире Смотрите сегодня в информационной программе «Темы дня» Они, видите, ссылаются на договор, что там в договоре написано Что они даже ремонт делают сами Деды 90-летние будут делать ремонт Ну не стыдно ли, не позорно Ветеранам войны в Симферополе предлагают самим улучшать свои жилищные условия Для нас большое счастье видеть Что вот эти маленькие, совсем еще юные люди Сегодня здесь, на святом месте, давали клятву Всегда готов В Москве на Красной площади прошел торжественный прием в Пионеры Казалось бы, что Советский Союз должен быть интересен в первую очередь тем людям, которые жили в этот период Но это не так У нас очень большая аудитория молодых людей, которые не застали этот период Им интересно, как это было Уфимский музей советского быта принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев» Посетителями стали несколько сотен человек В минувшие выходные в России отмечали День пионерии Эта детская организация в последние годы переживает свое второе рождение и стремительно развивается Традиционно именно 19 мая школьники во многих регионах страны становятся пионерами Подробности в нашем репортаже 19 мая в мэрии Новосибирска было многолюдно Сюда пришли более 500 ребят Торжественный прием в ряды пионерской организации здесь провели на самом высоком уровне В церемонии приняли участие местные депутаты и мэр Новосибирска Анатолий Локоть Я немножко испугался, потому что такого я не видел ни разу за время своей работы в мэрии То есть такого обилия посетителей и такой веселой обстановки радостной В Новосибирске также объявили о старте первой за последние десятилетия пионерской смены в лагере Тимуровец В Екатеринбурге в праздничный день прошел слет Свердловской областной пионерской организации Несколько сотен делегатов собрались возле памятника комсомолу Урала Всего в Свердловской дружине сейчас около тысячи детей И это не только ребята из областного центра В последнее время все больше школ малых городов Уральского региона присоединяются к пионерскому движению Молодежью там никто не занимается и, к сожалению, наше государство полностью упустило эту сферу Именно поэтому пионерия и ее опыт сейчас так востребованы Детей из крымского курортного поселка Николаевка принимали в пионеры на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва» Это очень символично, это флагман Черноморского флота И так как у нас пионерия, комсомол, коммунисты всегда впереди Я считаю, что это очень красиво и значимо принять ребятишек именно на крейсере «Москва» Моряки-черноморцы провели подробную экскурсию по кораблю Показали его вооружение, ходовую рубку и даже позволили понажимать на кнопки Потом на палубе Москвы ребятам повязали красные галстуки Я рад, что я стал пионером Это переход в взрослую жизнь Я знаю, что я стану лучше учиться, стану лучше В Симферополе на аллее пионеров-героев тоже звучали слова клятвы юных ленинцев Пионерами стали 30 ребят По моему мнению, быть пионером, значит, помогать, например, бабушкам, дедушкам, тем же ветеранам Ну, вообще, уделять помощь и время В завершении праздника пионеры Симферополя прошли торжественной колонной по парку И возложили цветы к памятнику комсомольцам всех поколений Анастасия Лукашевич, Красная линия К теме празднования Дня пионерии мы еще вернемся, а пока к другим новостям В Симферополе у ветерана Великой Отечественной войны Ивана Яковенко С годами ухудшаются не только здоровье, но и жилищные условия Они были признаны плохими еще в середине 90-х Однако с тех пор в очереди на квартиру Участник войны непостижимым образом откатился из второй сотни во вторую тысячу А ведь для Ивана Яковенко это вопрос выживания Зимой холодно, вот у меня котел, 80 градусов температуру держу Все время горит, а окна, окна, все выдавали Мы тут это строили, тут был один кирпич Никаких ответов не дают вообще, абсолютно, никаких апельских Вот тут подписки, тут у меня письма есть, письма И все, вот последнее письмо тут где-то Потому что мне квартира не положена Мечты защитника родины даже не о новой квартире, а всего лишь о ремонте Разбиваются о безразличии властей Чиновники, ссылаясь на договор аренды Предлагают Яковенко и другим ветеранам самим ремонтировать свое жилье Письма о забытом войне Симферопольское отделение КПРФ Направляло даже президенту России и главе РПЦ После очередного дня победы местные власти в очередной раз Затребовали все документы о жилищных условиях ветерана Сотрудники ФСБ выявили в Крыму экстремистскую группировку Она была основана помощником депутата Верховной Рады Украины По данным следствия, участники группировки планировали совершение преступлений для нагнетания межнациональной напряженности в Крыму Коротко о других новостях в стране Майские указы 2012 года так и не были выполнены в сфере образования Об этом пишет коммерсант со ссылкой на доклад экспертного центра Конфедерации труда России и профсоюза «Учитель» Напомним, согласно распоряжению президента, зарплата педагогов должна была вырасти до средней в регионе Большинство россиян уверены, что высшее образование лучше получать в Москве, Санкт-Петербурге или в других крупных городах страны Таковы данные опроса Левада-центра При этом только 13% респондентов выступают за то, чтобы продолжить учебу в родном городе Стоимость строительства стадиона Санкт-Петербург, на котором пройдут игры Чемпионата мира по футболу Оцениваются в 45 миллиардов рублей Об этом сообщил губернатор города Георгий Полтавченко Он подчеркнул, что эта сумма не точная, так как продолжаются суды с бывшим подрядчиком По данным опросов ЦИОМ, около половины россиян считают, что наше государство сохраняет статус великой державы Главным достижением страны за последние 10 лет респонденты назвали развитие армии Более трети опрошенных уверены, что Россия через 15 лет войдет в число ведущих государств мира Возвращаемся к главной теме выпуска Самый большой торжественный прием в Пионеры состоялся в Москве на Красной площади Ряды организаций пополнили почти 5000 ребят со всей страны Помимо руководства КПРФ, в праздничных мероприятиях приняли участие комсомольцы и ветераны Подробности у Георгия Крысенко В год 96-летия пионерской организации на Красной площади ряды пионеров пополнили около 5000 школьников Это ребята из всех регионов страны Москвы и Подмосковья, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Северной Осетии и других республик, городов и областей Лидером по приему в Пионеры стала Московская область Были слеты, были зарницы, были турпоходы и многое-многое из того, что потом в жизни пригодилось, когда уже человек становился взрослым Поэтому это праздник, действительно праздник пионерии, праздник детства, праздник во всех отношениях Это замечательный день Несмотря на пасмурную дождливую погоду, настроение у всех участников праздника было приподнятое Ребята выстроились по всему периметру Красной площади и после выноса пионерского знамени и приветствия старших товарищей дали торжественное обещание пионера Торжественно обещаю Торжественно обещаю Горячо любить и защищать свою Родину Горячо любить и защищать свою Родину Свято выполнять законы юных пионеров Свято выполнять законы юных пионеров После этого почетные гости мероприятия, а это руководители КПРФ, депутаты-коммунисты, комсомольцы и ветераны, повязали вновь вступившим в ряды пионерской организации красные галстуки. Слово пионер означает всегда первый, а я хочу быть совсем первой. Я никогда не была в Москве и все очень необычно и очень интересно. Пионерия была одним из самых важных этапов в жизни советских детей. Она воспитывала и учила ребят жить и трудиться в коллективе. Зорницы и артек, турпоходы, песни у костра и любимые вожатые – все это навсегда в воспоминании наших дедов и родителей. Большой праздник, который памятен каждому человеку с детства. С ним ассоциируются самые добрые воспоминания, школьная дружба, годы учебы, годы первых жизненных уроков. Но День пионерии – это хорошая ассоциация с детством и должен сказать, что одновременно он напоминает о тех выдающихся достижениях нашей страны в области образования, науки, культуры, которые имелись в советское время. Поэтому это большой, светлый, добрый праздник. Пионерская организация была самой многочисленной детской организацией в СССР. К 1980 году она объединялась выше 19 миллионов человек. КПРФ и сегодня активно поддерживает пионерское движение по всей стране. Поздравляем вас с вступлением в ряды пионерии. Мы желаем вам, юным пионерам, мирного неба, хорошей учебы, чтобы вы святые слова, клятвы, которые произносили здесь, пронесли по жизни. С праздником! Ура, юные пионеры! После торжественной линейки состоялся мини-концерт, во время которого детские коллективы из Подмосковья представили музыкально-хореографическую композицию об истории пионерского движения. Законы советских пионеров, призывающие любить родину, уважать старших, помогать младшим, быть первым в труде и учебе, актуальны и сегодня. Но чтобы вырастить настоящего гражданина и патриота, нужна целая система воспитания. Дома в семье и на занятиях в школе. Для нас большое счастье видеть, что вот эти маленькие, совсем еще юные люди сегодня здесь, на святом месте, давали клятву. А мы растим то поколение, которое снова будет выполнять, как их прадеды, отцы и деды, миссию, миссию главную России. Беречь мир во всем мире. С праздником пионерия! Праздничный прием в пионеры завершился посещением мавзолея Владимира Ильича Ленина. Многие ребята побывали в нем впервые. Они вообще приехали в столицу в первый раз. И, конечно, надолго запомнят этот торжественный день. А в свой родной город вернутся уже с красным галстуком на шее. Георгий Крысенко, Станислав Коваленко и Владимир Макарихин. Красная линия. Болгария рассчитывает на пересмотр вопроса о прямых поставках газа из России по Черному морю. Об этом заявил президент Болгарии Румен Радев на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Радев отметил, что Москва всегда была стратегическим партнером Софии в энергетике. Коротко о других новостях в мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал доклад Британской палаты общин о российской коррупции в Англии проявлением русофобской мании. Отметим, что в документе содержится призыв бороться с грязными деньгами, поступающими в Великобританию из России. Украинские силовики попытались атаковать позиции Донецкой народной республики на западе Горловки. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По его словам, Киев потерпел поражение и потерял не менее 10 военнослужащих. Действующий президент Венесуэла Николас Мадуро одержал победу на состоявшихся выборах главы государства. За него проголосовали 68% избирателей. Основной соперник Мадуро, кандидат от оппозиционной партии Энри Фалькон, отказался признавать результаты выборов. На Гавайских островах сохраняется высокий уровень опасности из-за извергающегося вулкана Килауэа. Потоки лавы достигли побережья Тихого океана. Попадание раскаленной магмы в морскую воду привело к образованию токсичного облака. А власти предупредили о повышенном содержании вредных веществ в воздухе. Уфимский музей советского быта принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Несколько сотен посетителей, участников акции, познакомились с экспонатами советской эпохи. Игрушками, книгами, значками, одеждой, кухонной утварью. Особой частью экспозиции стала фотовыставка о жизни простых рабочих в 60-х годах прошлого века. Среди посетителей были люди самых разных возрастов, приходили целыми семьями. У нас разноплановая публика, достаточно. Казалось бы, что Советский Союз должен быть интересен в первую очередь тем людям, которые жили в этот период. Но это не так. У нас очень большая аудитория молодых людей, которые не застали этот период. Им интересно, как это было. В акции приняли участие уфимские коммунисты, комсомольцы и пионеры. Музей советский будет полезен тем, что он в нашем поколении, так скажем, в младшем поколении воспитывает дух патриотизма. Такие музеи, в принципе, должны быть в каждом городе. По мнению коммунистов и комсомольцев, молодежи особенно полезно познакомиться с подлинной историей СССР. А такие акции должны проходить во всех музейных комплексах страны. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!